So what is happiness for you? Эх, было б только с кем, эх, было б только с кем, эх, было б только с кем поговорить. Не секрет, что друзья не растут в огороде, не продашь и не купишь друзей. И поэтому я все бегу по дороге, все бегу по дороге с тележкой своей, под грустное мычание, под бодрое ржание, под дружеское ржание рождается на свет. Большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. То, что находится в этом пакете, это известь. Будьте внимательны. Есть известь гашеная, это известь не гашеная. Идея применять известь при приготовлении субстрата появилась ввиду множества публикаций приготовления субстрата по холодной технологии. Холодная технология это метод, когда субстрат не кипятится, а применяется следующее химическое вещество. Это не гашеная известь и хлорка. Никоим образом я не одобряю применение хлора, приготовление субстрата. В любом случае, такие грибы, которые будут вырастать на таком составе из хлора, я думаю, что они не то, что не будут полезны, они скорее всего будут нести в себе какие-то вредные вещества. Поэтому применять такой метод абсолютно не рекомендуется. И в то же время показал опыт, что применение или приготовление субстрата по холодной технологии он себя не оправдал. Потому что очень часто фактически весь субстрат, который был приготовлен таким способом, он просто-напросто отбраковывается. Здесь я показываю вот место, где я смотрю, сколько воды будет набираться. Ее не нужно набирать ровно на ладошку вот этой емкости. Здесь нужно, чтобы воды было меньше, потому что при кипячении она будет вытекать через края и заливать огонь. Теперь вернемся вот к этому пакету и к этому ведру. Значит, для чего мы будем применять негашеную известь при приготовлении субстрата. Известь, она не является каким-то химическим вредным веществом, но в приготовлении субстрата она будет давать нам некоторые положительные факторы. Значит, идея была в том, что пришлось или получилось так скрестить вместе две технологии, холодную и, скажем так, горячую. И вот эта негашеная известь сейчас будет добавляться в субстрат. Она, в свою очередь, в процессе варки, в процессе кипячения, она будет, само собой, то, что она сама гасится, то, что она превращается в вообще неактивное вещество и очень хорошо протравляет именно вот субстрат соломы, который после применения вот негашеной извести становится намного приемлемой и намного лучше для освоения его мицелиями. Итак, в этом пакете находится 2 килограмма негашеной извести. 2 килограмма для емкости 1,5 куба объемом. То есть, здесь находится 1,5 кубических метра субстрата по объему соломы и на вот такое огромное количество. Фактически здесь на выходе получается около 600 килограмм готовых уже блоков, готового субстратного материала, на котором будет вырастать мицелий. Значит, на такую огромную емкость мы добавляем всего-навсего 2 килограмма негашенной извести. Здесь будет достигаться два таких вот момента. Во-первых, что проходит очень правильная такая химическая реакция, когда протравляется сама солома, устраняется из нее вот этот восковой налет, который будет мешать мицелию осваивать вот этот субстрат. И с другой стороны, происходит одно такое важное явление, сам субстрат становится, имеет более щелочную структуру или по химическому составу. Ну, другими словами, сказать, что эта известь, она будет более ощелачивать. Или, ну, как будет угодно. То есть мы добавляем такой субстрат для того, чтобы pH среды вот этого субстрата был в районе слабо-щелочного состояния. Это должно быть где-то в районе pH где-то 8,0. Большое количество будет делать излишнюю щелочность вот этого субстрата, что не будет способствовать росту мицелия. И в то же время кислый субстрат, опять же таки, не способствует росту положительных культивируемых грибов. Есть определенные виды грибов, которые растут вообще на очень кислых субстратах. Это те грибы, которые вырастают на мусорниках, там где закисает почва. Есть определенные виды грибов, которые растут именно в очень таких своем диапазоне кислотности по субстрату или там по грунту, где они произрастают. Нам же нужно, чтобы этот субстрат был слабо-щелочным, для этого нам нужно добавить в него немного вот этой извести. Как это все происходит, сейчас мы посмотрим. Вот, мы добавляем саму известь в емкость. И в дальнейшем, сейчас я придется отключить немножко камеру, потому что при напор может дать брызги. Камера дорогая. Относительно вообще самой извести, я покупаю эту известь в магазина Гиппермаркет. Так, и стараюсь использовать. Называется «Все в дыму, война в Крыму». И их ничего не видно. Вот таким образом мы будем добавлять известь. То есть, добавляем в нее сразу воду. Вода самотеком будет вытекать на субстрат. Так, вот известь, я пробовал где-то покупать ее, известь нашей промышленности. Это совсем не то. Это каменный известняк, который просто замусоривает. Замусоривает. Вот субстрат. Его приходится потом удалять. И там множество отходов. Если я вот покупаю польский фасованный в пакетах. Он стоит копеечные какие-то суммы. Там в районе 6 долларов за 25 килограмм. Этого хватает, можете себе посчитать. То есть, если разделить на 2 килограмма, это хватает приблизительно на 12 заварок этой извести. И вот это молоко сейчас мы добавляем в процессе заливки воды. Вот таким вот образом. Вот известь импортного производства для строительных вот таких целей, она происходит, она получается довольно-таки гомогенная, получается такое молочко. И в результате нет вот каменных вот этих остатков, которые нам вообще в субстрате не нужны. В тех местах, куда попадают вот излишки вот этой извести, мицелий практически не растет. Таким образом мы вот это перемешиваем. И в процессе добавления воды, вот добавляем эту известь. Когда она будет кипятиться, эта известь нейтрализуется, она превращается в нерастворимые вещества. И в то же время добавляет нам еще один такой положительный фактор, как бы обеззараживая тот субстрат, в котором в дальнейшем мы будем делать посадку грибов. Вот такой вот большой секрет для маленькой компании. Проблема вот сейчас в интернете, когда я начинал где-то лет 5, наверное, назад, начинал заниматься грибами, недостаток был в том, что очень было мало информации. То есть и в интернете, и печатной какой-то информации, то есть было очень мало. Теперь ситуация сложилась таким образом, что переизбыток этой информации в интернете ставит людей, которые хотят найти себя на этом поприще, делает одну такую большую проблему, что это переизбыток информации, а часто эта информация вообще противоречивая. То есть факторы, которые будут говорить абсолютно о противоположных вещах, и человеку трудно сориентироваться, что правильно, что неправильно, что делать, как делать. Вот, и есть определенные системы, те, кто выращивает грибу, есть определенные уже отработанные схемы. И если вы смотрите просто на те условия, на те возможности, которые есть у вас, которые есть на предприятии, и выбираете тот способ, который подходит больше вам, и придерживаетесь уже тех рекомендаций, которые дают люди, которые вот это уже делают, и у кого что-то уже получается. Иначе вы будете брать обрывки каких-то информаций у одного человека, у второго человека, а потом пробуете синтезировать это все вместе. На это будет уходить время, поиски, эксперименты и все остальное. Если вы видите, что такие возможности или такие способы вам приемливают, можете это все сделать, скажем, для себя, то придерживайтесь какого-то одного ориентира, и приблизительно у вас должно получаться все точно то же самое, что получается у других людей. Там на начале ролика я показал результаты грибы, которые вот в данный момент, помещение там просто новое, сейчас в процессе доработки там не хватает еще обивки, не хватает полива, не хватает новых вещей, которые в процессе будут доделаны, и в процессе будет сделано видео относительно того, как это все правильно сделать. Вот. И сейчас просто я в одной руке камера, в другой руке шланг, и не совсем так мне удобно это все делать, и сейчас под напором эта все штука может полететь в разные стороны. Вот. Ну и еще хотелось бы сказать, вот сейчас наблюдаю вот в этом углу, там вот в тени не видно, но сейчас я смотрю просто за количеством воды, которая набирается в бочку. Ее должно быть ровно на ладошку меньше от края, иначе она будет переливаться через верх и заливать огонь. Как мы сейчас будем это все заваривать, и в каком режиме, сейчас буквально через некоторое время я сделаю еще одно видео. Всем желаю доброго времени суток, с наступающим поздравляю Новым годом всех пользователей канала, и желаю вам больших свершений на поприще грибоводства. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok